здравствуйте мне срочно нужна квартира да у нас есть базе более 15 тысяч вариантов недвижимости мы обязательно что-нибудь подберем риэлторское агентство золотые ворота самый быстрый надежный поиск квартир начнем с понятия мигрант релаканты экспаты мигранты гастарбайтеры иногда нас хотят оскорбить и называют мигрантами а мы не оскорбляемся мы не мигранты и мы вот релаканты экспат я не мигрант да я себя даже если меня называют гастарбайтером мигрантом там я реально не обижаюсь там мы позвали гастарбайтеров а к нам приехали люди салам салам привет всем сегодня у нас в гостях елена борисова доктор наук елена давайте познакомимся расскажите немножко о себе доктор каких наук и о чем мы сегодня с вами поговорим доброе утро валентин спасибо что меня пригласили сюда в первую очередь хочу сказать да я доктор наук в сфере социальной антропологии в данный момент я работаю в университете сасекса великобритании и заканчивала я докторантуру в университете манчестер в 2021 году я занимаюсь вопросами миграции довольно давно 2012 года и сегодня мы с вами как раз об этом и будем говорить что такое миграция кто такие мигранты и какие миграционные процессы происходят в мире и в узбекистане да мы сегодня поговорим о миграции как ни странно но мы тоже мигранты хоть иногда нас так пытаются в ответ оскорбить но это совершенно не оскорбительное более того я считаю что может быть даже мы в какой-то части беженцы сегодня елена нам подробно расскажет объяснить все даже сравним термины релакант экспат мигрант гастарбайтер беженец прольем ответы на эти вопросы давайте тогда рассмотрим как раз само понятие миграция мигранты кто это такие да это очень хороший вопрос на самом деле очень сложно на него однозначно ответить и я хочу сразу предупредить что пролить свет на какие-то понятия получится и не получится потому что нет однозначных ответ я думаю что над этим интересно будет подумать вашим зрителям и порефлексировать потому что нет какого-то правильного ответа что такое мигранты и лакан гастарбайтер начнем с понятия мигранта понятие миграции понятие мигрант это очень широкое понятие и дело в том что его не существует например законодательных актах например в законодательстве российской федерации нет понятия мигрант есть понятие гражданин иностранный гражданин прибывший в россию там с определенной целью да а самого понятия мигрант не существует но вот в таком может быть бытовом смысле слова да оксфордский словарь дает такое определение мигрант это человек который переезжает из одного места в другое особенно в поисках работы или лучших условий жизни но мы знаем что это определение напоминает такое бытовое определение и мы знаем что люди переезжают из одного места в другое по очень разным причинам есть другое определение международной организации по миграции и она уже такое более обтекаемое да и но звучит как мигрант этот человек который покидает свое место жительства и передвигается либо внутри страны либо между странами временно или постоянно по разным причинам если мы берем это определение то действительно ну мы все мигранты да мигрант это любой переехавший в другую страну и оставшись там на какое-то время жить и не только в страну видите внутри страны да есть внутренняя миграция например миграция между сельской местностью и городом или допустим даже процессы субарбанизации да когда городские жители наоборот стараются мигрировать за город построить там себе дома и вести такую жизнь среднего класса процесс миграции как таково это миграция это жизнь очень большой это наша жизнь давайте будем тогда рассматривать мигрантов из россии и в узбекистан преимущественно потому что мы находимся в узбекистане может быть еще если сможем рассмотреть как я это называю может сам себе придумал такой термин обратная миграция это жители узбекистана уехали в россию там пожили а потом обратно вернулись на родину я не знаю есть такое понятие как обратная миграция есть понятие возвратной миграции да это тоже отдельная такая тема потому что люди возвращаются в страну исхода страны как бы есть такие термины отсылающие страны до или страны исхода и принимающие страны то есть отсылающие страны страны исхода это те страны, из которых мигранты приезжают, а принимающие страны, принимающие общество, это те страны, куда мигранты приезжают. Расскажите разницу в терминологии. Релаканты, экспаты, мигранты, гастарбайтеры. Гастарбайтеры, вообще, знаю, это немецкое слово, которое из Германии пошло. Гастарбайтен, переезжие рабочие. Беженцы. Какие еще есть термины? Чем? Отличие этих терминов? Потому что люди все это в одно путают. Да, люди, конечно, это в одно путают, и на самом деле это меня и интересует, потому что любой человек на протяжении своего миграционного маршрута, своего миграционного пути может принимать разные статусы. С одной стороны, есть какие-то легальные классификации. Беженец – это понятие официальное, то есть беженцам тебя могут признать, если ты прошел процедуру получения убежища. Но термины, как гастарбайтеры, гастарбайтеры, релаканты, экспаты – это термины, которых, в общем-то, нет в какой-то юридической терминологии. Эти термины, что в них важно? Что каждый из них несет какую-то коннотацию. И вот, как вы сказали, иногда нас хотят оскорбить и называют мигрантами, а мы не оскорбляемся. То есть вопрос, какую историю этот термин прошел. Вот, например, гастарбайтеры. Гастарбайтеры, вы правы, это от немецкого слова гост, это гост, работать. Этот феномен появился после Второй мировой войны, когда Германия проиграла ее, и им нужно было очень резко восстанавливать экономику. И они пригласили так называемых гостевых рабочих, они пригласили их в том числе из Турции, чтобы они временно приехали, поработали, помогли восстановлению немецкой экономики и уехали обратно к себе в Турцию. То есть это подразумевалось как такое очень временное перемещение. Но многие из них остались. И есть такая знаменитая фраза, мы позвали мигрантов, мы позвали гастарбайтеров, а к нам приехали люди. То есть о них думали, как о такой дешевой рабочей силе, которую можно быстренько завести, потом вывести, но так не получилось. То есть люди остались, люди перевезли свои семьи, и мы знаем, что это знаменитый миграционный коридор, да, Германия-Турция, он так и остался. Экспатами часто называют привилегированных таких членов общества, да, это такие привилегированные мигранты. Специалисты какие-то? Специалисты, да, которых, например, развивают... Очень часто это происходит в контексте, когда жители глобального севера, да, или жители из развитых стран так называемых, едут работать в развивающиеся страны. Например, там, не знаю, специалист какой-нибудь из Нью-Йорка едет куда-нибудь в Афганистан. И также здесь мы видим, профессионалы приезжают из Франции, из Германии, да, в энергетическом секторе работать и в разных других секторах. Их называют экспаты довольно часто. Но есть такая дискуссия, да, в чем разница между мигрантом и экспатом, и считается, что разница в таком, ну, в социальном статусе, по сути дела, да. Релокант – это, на самом деле, новый термин. То есть его... Как давно он был придуман? Он стал звучать все чаще и чаще, можно сказать, глаголом, да, to relocate. А как вы будете называть человека? Relocated person? Или... Потому что relacant, да, вот именно такое, как бы, русифицированное слово, да, его в английском языке нет. Я думаю, что оно употреблялось раньше в очень близком значении к слову экспат. Есть какой-то головной офис, да, центральной фирмы, и они посылают какого-то специалиста, они его relacируют в другую страну. Это такая миграция тоже по работе, скажем так. Ну, опять временно получается. Ну, да. Но вопрос временности и постоянства – очень интересный вопрос, мы можем его обсудить еще потом отдельно. Миграционные потоки хотят классифицировать по этому критерию, они временные или постоянные, но довольно часто люди сами не знают. То есть, да, есть такая ситуация неопределенности, они сами не знают, временно или постоянно. Многие планируют временно, а получается постоянно, а некоторые хотят постоянно, а получается временно. По поводу релокации. Это... Я слежу немножко за этим термином, и мне интересно, как он политизировался сначала, да. Либеральные СМИ писали о том, что релоканты – это такие люди, которые не хотят признать, что они мигранты на самом деле, и они хотят избежать какой-то ответственности политической, что... И так как-то нейтрально замаскироваться, да, релоканты? То есть, они просто придумали сами себе такое слово, чтобы не называться, не иметь штамп гастарбайтера-мигранта, типа «мы не мигранты, мы вот релоканты-экспарты». Да. Чтобы не говорить «мы эмигранты», потому что, когда люди говорят «мы эмигранты», это вызывает ассоциации с такой четкой политической позицией, да. Как правило, эмигранты – это политические эмигранты, эмигрэ, да, вот когда мы говорим, допустим, в контексте после революции, в контексте гражданской войны, да, то поколение уезжало как эмигранты. И мы не хотим признать, что мы как бы эмигранты, но мы и не гастарбайтеры, мы не хотим называться мигрантами, потому что в России термоммигрант не только в России, но в России особенно очень политизирован и, к сожалению, да, имеет негативную коннотацию. То есть мигрантами, как правило, называют тех людей, которые приезжают на заработки в Россию, да. Как правило, в Россию приезжают менее образованные, на низкоквалифицированную работу, поэтому, конечно, уезжая из России, не хочется ассоциироваться как-то, что я вот неквалифицированный, я не эмигрант, я релокант. Да. Хотя я себя, даже если меня называют гастарбайтером, мигрантом, я реально не обижаюсь. Пожалуйста, не перематывайте эту рекламу, благодаря ей мы можем снимать для вас классный контент. В описании под роликом вы найдете полезные ссылки, переходите по ним. Здорово! Сейчас бы оказаться в центре Ташкента, у бассейна с кондиционером. Исполняю. Гостевой дом, оно кайфует. Елена, скажите, есть ли у вас какая-то статистика о миграции россиян из России в Узбекистан? Потому что, почему я задаю этот вопрос, я поясню. Многие зрители в комментариях мне пишут, ой, да кто там поедет в этот Узбекистан? Там, наверное, два-три русских и все. Но я вижу здесь, во-первых, очень много местных русских, и они как бы путаются, и непонятно, кто приезжий, кто местный. А во-вторых, я вижу, что сюда очень много уехало людей, наверное, которые в Европу не смогли поехать или пока не смогли. Кто-то сюда временно приезжает. Какой-то есть количественный показатель. Да. Значит, смотрите, вот есть такие данные, нужно иметь в виду, что они, конечно, неточные, потому что точно сложно очень посчитать. Но вот моя коллега Ольга Гулина в 2023 году выпустила отчет, в котором она рассматривает миграцию россиян в разные страны, и в том числе там есть данные по Узбекистану. И вот она берет данные Министерства внутренних дел Узбекистана, и согласно этим данным в первые 9 месяцев 2022 года в Узбекистан приехало 318 156 россиян, и две трети из них мужчины. И когда Россия объявила мобилизацию, еще 189 175 россиян приехали в Узбекистан. Вот она приводит такие данные, что 128 981 россиянин зарегистрировались по месту жительства, из чего она делает вывод, что в общем-то Узбекистан рассматривается как страна, не как страна транзитной миграции, а как страна, в которой люди воображают какое-то свое пребывание на какой-то долгосрочный период. То есть четверть из них, получается, осталось? Да, получается, ну или имели такое намерение, скажем так. Ситуация меняется, конечно. Вот сколько я здесь провожу исследования, я вижу среди своих знакомых, уже с кем я познакомилась, что люди уезжают. Но я вижу и другие тенденции. Я вижу, как люди, которые хотели уехать, в итоге приходят к выводу, что они останутся здесь на какое-то время. Потому что у них здесь сложились какие-то социальные связи, сложились неплохие какие-то рабочие истории. И они понимают, что, в принципе, им довольно здесь комфортно и они никуда не хотят ехать дальше. Жизнь наладилась, и они решают остаться. Я тоже видел даже, которые жилье начинают покупать, покупают жилье и детей в садик отправляют. Лена, подскажите, а вот та самая возвратная миграция узбекистанцы, которые уехали в Россию и вернулись, каков размер этот поток? Есть какие-то данные по этому? Ну вот сказать, что такие данные есть, я не могу. Но я могу сказать, что я начинала исследования с релакантами, так называемыми. И интересным оказался тот факт, что многие из людей, которые причисляют себя, скажем так, к этой категории, они имеют связи с Узбекистаном. То есть это люди, которые уехали из Узбекистана много лет назад, переехали в Россию и, в принципе, никуда не собирались. Но, соответственно, когда перед ними встал вопрос уезжать из России, у них не было уже вопросов, куда уезжать. То есть они вернулись сюда. И многие люди, это стало неожиданным, приятным моментом, обнаружили, что у них до сих пор есть узбекистанское гражданство, которое можно восстановить. Потому что раньше, собственно, чтобы выйти из гражданства Узбекистана, нужно было подать заявление, в котором такой документ, что я отказываюсь гражданство Узбекистана. Но рассмотрена эта заявка или нет, невозможно было понять. И многие, вот уже приехав сюда и думая, что у них нет гражданства Узбекистана, обнаружили, что оно у них есть. По поводу возвращения, например, трудовых мигрантов из России. Я знаю, что, например, ситуация по соседнему Таджикистану выглядит немножко другой. Я так полагаю, что в Узбекистан все-таки будет возвращаться больше людей или уже вернулось, потому что здесь есть альтернативы. То есть они, например, если люди... По работе, да. По работе, да. Если люди из регионов, допустим, ездили все время в Россию, они возвращаются сюда, они могут поехать в Ташкент. Потому что в Ташкенте тоже они смогут найти работу. Может быть, это будет не такая высокооплачиваемая работа, но она есть. А в Таджикистане, например, другая ситуация. Там динамика такова, что люди, молодые люди, да, приезжали, оставались с намерением остаться, но у них не получалось остаться. То есть они несколько месяцев, полгода там были, у них заканчивались деньги, работа не находится. Соответственно, что они делают? Они идут обратно в Россию. Или исследуют возможности поехать в какие-то третьи страны. У Узбекистана есть программы с Кореей, да. То есть туда не просто попасть, но, в принципе, если заморочиться, то люди могут поехать на заработки в Корею. Сейчас будут такие программы с Германией, когда организованно набирают рабочую силу, да, на заработки. То есть Узбекистан в этом плане немножко другая ситуация. Поэтому я так полагаю, что люди, которые сюда возвращаются, они будут оставаться, либо искать возможности поехать куда-то еще, но не в Россию. Ну, я хочу сказать, что по ощущениям, мои ощущения с количеством релакантов из России в Узбекистан примерно так и сходятся. Ну, я думал, что чуть-чуть поменьше, может быть. Я думал, до 100 тысяч остались. Вы говорите 120, да? И я по ощущениям, я тоже статистику тяжело собрать какую-то, но по ощущениям с тем, как я общаюсь с людьми, с релакантами в разных чатах, в нашем чате. Кстати, если вы в нашем чате не состоите, заходите в наш телеграм-чат. Я общаюсь, у нас там есть и россияне, и узбекистанцы, и те, кто возвращаются. И я вижу большой отток из России, вот эта возвратная миграция, я вижу, что она не меньше, чем поток переезжающих россиян. Расскажите, вот такой вопрос сразу всплывает о переезжающих россиянах, как Узбекистан относится к этим мигрантам из России, наверное, давайте возьмем Белоруссию, Украину, и, может быть, даже европейские страны, вообще, как Узбекистан относится к миграции к ним внутрь страны. Да, это хороший вопрос. Узбекистан не выделяет, например, тех же самых релакантов в какую-то отдельную группу, то есть нет никакой отдельной миграционной политики по отношению к этой группе. Это, в общем-то, обеспечивает этой группе довольно комфортное существование. То есть если мы сравним, например, с Турцией и с другими странами, которые изначально были открыты для россиян, но постепенно стали закрывать возможности для получения вида на жительство, для покупки недвижимости и так далее, даже открытия счетов в банках, то Узбекистан этого пока не делает. Мы не знаем, будет он это делать или нет. Дело в том, что Узбекистан сейчас переживает очень интересный момент, потому что страна была закрытой довольно долгое время. Сейчас Узбекистан объявил такую политику открытых дверей. Узбекистан пытается извлечь выгоду из всех возможных миграционных потоков. Узбекистан приветствует и узбекистанцев, которые уехали и решили приехать сюда обратно. Узбекистан, в принципе, хорошо относится к релокантам в том плане, что я говорила с многими людьми, скажем так, это не на официальном уровне, но мои коллеги тоже узбеки, они говорят про то, что мы рассматриваем это как ресурс. То есть эти люди приехали, эти люди привезли свои деньги, эти люди привезли свои навыки, свои мозги. То есть для нас это хорошо и очень жаль, если они уедут. Один мне так и сказал, что вот, ах, жаль, я хотела бы, чтобы они остались. Люди действительно сейчас самый сильный ресурс, не нефть, не золото, а люди, потому что люди уже создадут всё. Что меня немножко удивило в моих исследованиях, что, казалось бы, люди могут комфортно жить, да, просто имея регистрацию, но для некоторых моих собеседников это является проблемой. То есть они хотели бы получить гражданство или они хотели бы получить вид на жительство. Но вот этот шаг уже не так легко доступен. То есть так просто получить вид на жительство в Узбекистане. Ну, в Узбекистане всё равно легко жить, имея регистрацию. Оно, там, ну, ты голосовать не можешь, и что? У тебя всё равно медицина бесплатная. Ну, только тебе надо платить патент за трудоустройство. Если ты наёмный сотрудник, это 900 долларов в год. А так, в принципе, ты ничем не отличаешься от гражданина фактически. Вот в этом плане Узбекистан действительно очень открыт к приезжающим. И, наверное, мы оценим это как большущий плюс. В Узбекистане, ну, в Ташкенте, хотя бы, скажем так, в Ташкенте, да, очень такая космополитичная культура. И у города есть определённая история. Этот город принимал русских, да, на протяжении 20 века, скажем так. Мы видим это, когда этот город принимал тех, кого эвакуировали, да, и так далее. Вы же знаете, что здесь и многие, как бы, интеллектуалы были. Поэты, писатели, интеллигенция. Их эвакуировали сюда из блокадного Ленинграда, например. Эвакуировали там целыми музеями, целыми предприятиями. И они жили здесь хорошо. Здесь есть такая, я бы не назвала это гостеприимством, но есть такая культура, как бы, со-жительства и со-существования очень разных стилей жизни, очень разных людей в одном пространстве. И это видно, видимо, это тоже исторически обусловлено. Людям здесь очень комфортно. Может быть, не все это понимают. Некоторые люди, ну, просто у них нет другого опыта миграции, да, у них первый опыт миграции в Узбекистан. И им не сложно, им кажется, что миграция – это легко. Но люди, у которых есть уже опыт проживания где-то ещё, они понимают, что здесь очень комфортные условия для проживания релакантов из России. Вы говорите, в Узбекистан легко приехать, легко здесь жить по сравнению с другими странами. А давайте сравним, даже, наверное, не страны, а время. Вы как специалист, может быть, подскажете, сложнее сейчас людям переезжать, чем, например, в том же, как вы говорили, в 20 веке, когда были какие-то переселения, кого-то принимал Узбекистан или легче, как народ к этому относится, какие средства помощи есть, что. Да, это хороший вопрос. Миграция, скажем так, была всегда, да, но мир не стоит на месте, технологии развиваются, и сложнее и проще, может быть, это немножко такие упрощённые категории, но мы можем сказать о том, что немножко меняется характер миграции в том плане, что если раньше человек очень часто уезжал и обрывал все связи с родиной, просто потому что приходилось, да, их было очень сложно поддерживать. То есть он, не знаю, из Италии уплыл за океан в Америку и всё. То есть он, конечно, итальянцем от этого не перестал быть, но у него нет связи с семьёй, люди писали письма, это всё было очень медленно, связь терялась. Я думаю, даже вот в Советском Союзе, если мы посмотрим, ведь в Советском Союзе очень многие люди передвигались, да, и у многих из нас родственники были по всему Советскому Союзу. И, например, моя бабушка родилась в Казахстане, и я уверена, что до сих пор у нас там есть родственники, но я об этом не знаю, потому что связь в какой-то момент прервалась. И очень часто такая история мы писали, писали друг другу письма, кто-то переехал, не было времени, и мы потерялись, да. То сейчас потеряться очень сложно, потому что... Даже если захочешь. Да, даже если захочешь, мы бы хотели иногда потеряться, но это очень сложно. Современные средства коммуникации, да, не дают нам этого сделать. Соцсети, Инстаграмы, Телеграмы и так далее мы можем сосуществовать практически в реальном времени. Более того, эти инструменты можно использовать годами, намеренно, чтобы поддерживать вот дружбу, поддерживать семейные отношения. Эффективность, конечно, мы можем обсуждать, то есть есть такая точка зрения, что это не заменит физического присутствия человека, но мы видим, что заменяет. Во многих контекстах люди годами живут, например, семьи живут раздельно, так называемые транснациональные семьи, они живут раздельно, но они не перестают от этого быть семьей. И также средства передвижения, да, раньше нельзя было сесть в самолет и через, там, сколько-то часов ты уже у себя на родине. Во-первых, переехать из одного места в другое проще. Легче стало гораздо. Проще, да. Во-вторых, переезжая из одного места в другое, люди часто не воображают себе это как такое-то направленное из точки А в точку Б, я здесь останусь. Некоторые люди воображают, но по факту этого не происходит. То есть мир стал более мобильным, мир стал более открытым, хотя, конечно, с ковидом, да, с войнами мы видим, что открытие-закрытие границ является удобным таким политическим инструментом давления, но все равно можно сказать, что переехать стало проще и поддерживать связи с родиной стало проще. В разы это вообще. Да, то есть многие люди, они как бы мигрируя физически, все равно пребывают в таком пространстве ментальном, культурном, да, своей страны. Ну, мы это видим, кстати говоря, по сообществам релакантов, да, когда люди очень часто даже ищут, вот когда обсуждают, в какую страну поехать, очень часто люди ищут, ага, а я там смогу работать, например, на русскоязычный рынок? Или вот там психологи, или люди, которые могут работать онлайн, разные специальности, да, как бы я могу работать на русскоязычный рынок по всему миру? Раньше я бы не смог это делать, потому что не было таких технологий. Себя с родиной не теряется, не теряется идентичность, и более того, люди способны поддерживать и развивать, и поддерживать несколько идентичностей, совмещать. Да, то есть для человека не обязательно укладываться вот в эти вот рамки, я вот такой-то, я говорю на этом языке, я живу на этой территории. Нет, мы все в какой-то степени, мы все стали людьми мира. Даже те, кто никуда не едут, все равно мы смотрим контент из разных стран, особенно если мы владеем английским языком. Мы можем никуда не ехать, но мы смотрим американские фильмы, мы общаемся с людьми в Америке и так далее, и тому подобное. То есть все равно воображение мира, да, изменилось. Мы видим гораздо, видим и понимаем гораздо больше, чем это было сто лет назад. Релокация стала в разы проще, просто в сотни раз, если не в тысячи, ты ментально и мысленно остаешься в той же стране, ну, либо ты имеешь с ней связь. Это я такой, как итог подвожу, да. И вот, например, бывает же такое, что человек живет в своем городе и с родственниками общается, даже не видится, он может месяцами с ними не видится. И если его из своего города переместить, например, в Узбекистан, по сути, он даже и не выпадет из жизни, он так и останется в поле информационного общения с теми людьми, с которыми он общается. То есть релокация, оказывается, сейчас вообще не так страшна. Она проста. Вы знаете, у меня были такие истории, когда мои собеседники мне говорили, я ушел с работы, ну, те, кто работали удаленно, уже в России. Кстати, ковид и локдауны очень сильно этот процесс тоже стимулировали. То есть очень многие люди перешли на удаленку, очень многие вещи делать удаленно стало нормой, в том числе даже преподавать. И люди этим воспользовались. И некоторые мне говорили, я спрашиваю, вы сказали на работе, что вы уехали? Они говорят, нет, я даже никому не сказал. Даже не знаю, что человек уехал в другую страну. Это просто что-то интересное. Расскажите, 300 тысяч, потом еще 120 переехало, остались, кто-то поехал дальше. Есть какая-то информация о дальнейших передвижениях вот этой массы россиян? Условно можно разделить их на три группы. Есть люди, которые остались в Узбекистане. Среди них есть люди, которые приняли этот факт, что они остались в Узбекистане и не планируют никуда дальше ехать. Ехать есть люди, которые хотят уехать, но они Узбекистан рассматривают как такой плацдарм для подготовки к миграции. Причем это может быть подготовка как очень конкретная, там заработать денег, сделать документы, и подготовка может быть какая-то такая ментальная. Мы вот еще не знаем, куда нам ехать, мы собираем информацию, но вот здесь у нас довольно комфортное существование, и мы пока работаем, пока смотрим. Это такой один сценарий. Второй сценарий, да, есть люди, которые уезжают, есть люди, которые едут дальше, в третьи страны. У всех очень разные ситуации, и понятно, что россиянам переехать в страны, например, Западной Европы не так просто. По причинам, скажем так, политическим, но и не только. Туда, в принципе, никогда не было просто переехать на самом деле. То есть визовые режимы всегда были. И есть страны, в которые россияне могут приехать, воспользуясь безвизовым режимом, например, страны Латинской Америки, да, та же самая Сербия. И люди едут туда. Пока что я не знаю, чтобы кто-то возвращался из них. Это такая, эта ситуация очень динамична в процессе. И есть люди, которые, в общем-то, побыв в Узбекистане, вернулись обратно в Россию, или они попробовали... У меня есть такие знакомые, которые попробовали жить в Грузии и переехали в Узбекистан, а потом вернулись в Россию. Я хочу сказать, что то, что они приехали в Россию, это не значит, что они там и останутся. Потому что очень часто, что я вижу вот в ситуации релокации, я вижу, что война, она спровоцировала множество различных мобильностей, да, таких, которые... Есть люди, которые, в общем-то, им ничего не угрожало. Они не хотели уезжать из России по каким-то политическим причинам. Они не хотели уезжать из России, спасаясь от призыва. Ну, типичная ситуация. Я давно хотел переехать. Я давно хотел там каких-то приключений. Я вот всегда думала об этом. А тут вот появилась такая ситуация, появился повод. Все поехали, и я поехал. Сложились какие-то очень сильные сети взаимопомощи. И ваш канал этому пример. То есть раньше такого не было. Когда я, например, переезжала в Британию, там не было телеграм-каналов, которые можно было на русском языке задать вопрос. Хей, а как мне сделать документы? То есть теперь это все сложилось. Сложилась определенная инфраструктура. Это стало гораздо удобнее. И люди поняли, что это не страшно, что это возможно. Мой сосед сделал, мой друг сделал. Почему мне не сделать? И они тоже поехали. Тем более тут помогают. Да, да. Кто-то поехал за компанией. У меня были такие интервью, когда человек говорит, я вообще-то не хотел никуда ехать. Но вот мои друзья, парни собрались и говорят, ну поехали вместе. Ну вместе легче, да. Да, и я поехал. Тут очень сложно разделить, как бы вот опять же возвращаясь к вопросу о категориях. Вот кто эти люди? Они не беженцы, да. Они, в общем-то, даже не релаканты. Ну вот кто они? Они туристы, они... Затяжной турист. Да, затяжной турист. То есть некоторые... Мне в интервью отвечали. Вот я задавала этот вопрос, как вы себя идентифицируете, потому что мне было интересно, как люди думают о себе. И мне человек вот рассказывал там, как он два года здесь жил, и потом я вот спрашиваю этот вопрос, а как вот вы понимаете эту ситуацию? Он говорит, да я турист. Новое понятие, затяжные туристы. Да, да, я турист. И причем поначалу это была шутка, видимо, да. Это же шутка, которая происходит от того, что на границе, когда люди выезжали, все понимали, что происходит, но когда пограничники их спрашивали, они говорили, мы туристы. То есть это был такой, немножко такой ироничный, как бы, да, термин. Но сейчас люди на полном серьезе говорят, я турист, я, в общем-то, изучаю мир. Я не знаю, где я буду дальше, что будет со мной. Вернусь я в Узбекистан, если я куда-то еще уехал, или я поеду еще куда-то дальше. Но вот у меня теперь такой кочевой образ жизни, и я понял, что это возможно. Довольно интересно то, что это происходит с жителями регионов России, которые раньше лишены были такой возможности. То есть мы знаем, что там жители Петербурга, Москвы, может быть, больших городов, они, многие из них часто путешествовали по Европе, да. То есть они посмотрели уже какие-то достопримечательности, ознакомились таким образом с жизнью другим. Но многие люди из регионов, они вообще никуда не выезжали, да. Даже в Турцию, даже в Египет. Не всем это было доступно. И я бы сказала, может быть, даже доступно не в плане материально, а этого не было в их воображении, да, в их ментальной такой карте возможностей, что я могу сделать со своей жизнью. У них не было такого понятия, о, я могу в другую страну переехать. А теперь оно появилось. Интересно, вы сказали, ключевой момент, который для себя подчеркнул, это то, что раньше, когда люди переезжали, человек оставался как бы сам по себе, ну, либо несколько человек ему помогали, его знакомые, или платно. А сейчас очень много действительно сформировалось сообществ, чатов, там, вот мой YouTube-канал, там уже подтверждение, что люди начинают сплочаться и друг другу помогать. И ты никогда не останешься брошенной и вот такой, что сам переехал, и все. То есть сейчас это еще дополнительный фактор, как это сказать, помощи в релокации, помимо того, что ты на связи остаешься, помимо того, что ты какими-то интернет-ресурсами. Это тоже, сюда же входит этот интернет-ресурс, то, что тебе люди, которые уже переехали, тебе помогут там жилье найти, тебе помогут там что-то подсказать, где там продукты купить, помогут работу найти. То есть все такого. Да, и я вижу, кстати, что в чат периодически заходят люди, вот эти чаты, и другие чаты, периодически заходят люди, которые еще не переехали, но они спрашивают, они находят эти чаты заранее, то есть они еще даже не переехали, они готовятся, они спрашивают, ага, а вот скажите, пожалуйста, а как в Узбекистане вот это, вот это, вот это? И им люди отвечают, которые уже здесь живут. У нас тоже, да, в чате очень много таких, которые задумываются и пробивают, и подготавливаются. Не так, что переехал, кинулся в омут, хотя и так человек тоже не останется брошенным, а заранее себе подготовить, узнать, даже какие-то школы находят, где-то, может быть, даже квартиру, с риэлторами договариваются заранее, и уже приезжают. Елена, спасибо, что посетили нас. Кстати, ребята, если вы обратили внимание, мы сегодня в новой студии, это наши друзья, камеры мотору начали, здесь вот появляется баннер на них, заходите, смотрите их канал. Напомню, что если вы хотите нас поддержать, то по вот этому QR-коду вы можете перечислить деньги, если вы находитесь в Узбекистане, или по вот этим карточкам, если вы находитесь в России и в Узбекистане, если вам интересно пообщаться с Еленой, ознакомиться с ее работой, ссылки на нее, на ее телеграм, мы оставим внизу в описании под видео. Спасибо за внимание, всем удачи, пока, до следующего выпуска. Едем жить в Узбекистане, где сердца наполнены любовью, едем жить в Узбекистане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова